Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу, навязал и продолжает навязывать Европейскому Союзу дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждает своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан туда, где базовые издержки бизнеса меньше. Но и заставляя Евросоюз отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы. За последние полтора года, по очень скромным консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро. Это большая цифра.